36 небольшим процентов рязанцев пришли на голосование, которое прошло 10 сентября. Для нашего региона эти выборы были особенными. Помимо глав сельских поселений и депутатов по округам, жители региона избирали губернатора. Подробнее в сюжете Марины Комиссаровой. Позади остался день выборов, напряженные подсчеты бюллетеней, волнение кандидатов. Сегодня в избирательной комиссии Рязанской области огласили предварительные результаты голосования. В предвыборной схватке за пост губернатора Рязанской области приняли участие пять кандидатов. С сильным отрывом победу одержал Николай Любимов, которому в ближайшее время предстоит сменить должность исполняющего обязанности на должность главы региона. Явка составила стабильные для Рязанской области 36 процентов. Такой показатель активности граждан уже много лет сохраняется в нашем регионе. День выборов прошел крайне спокойно. Зарегистрированы 16 жалоб. Одна из них в Центральный избирком Российской Федерации от Владимира Вольфовича Жириновского. Тот обозначил свое недовольство несвоевременным размещением в предвыборной схватке баннеров Александра Шерина, кандидата от фракции ЛДПР. Все жалобы рассматриваются, сообщил председатель избиркома. Все эти обращения были рассмотрены. Если в целом анализировать, значительно меньше жалоб обращения от граждан, чем это было в единый день голосования в прошлом году. В общем объеме обращений, поступивших в Центральную избирательную комиссию до единого дня голосования и в день голосования, в том числе жалобы обращения, которые с Владимиром Михайловичем, вступившие в ТИК УИК, 10 УИК и 3 ТИК, мы дотянули до цифры 100. Так что существенных, еще раз подчеркну, нарушений мы в рамках рассмотрения этих обращений не зафиксировали. В 738 депутатов в сельских поселениях и одном городском округе, а также 54 главы сельских поселений избирались помимо главы региона. Выборы состоялись, результаты признаны действительными. В этот раз почти 3000 общественных наблюдателей и представителей средств массовой информации следили за процессом голосования на избирательных участках. Иностранные наблюдатели приехали из Франции и США. Интересно и то, что представители иностранных СМИ работали на территории нашего региона 10 сентября. В граждане Соединенных Штатов к нам приезжало с большим опытом наблюдения. В Франции наблюдатели. У нас на территории области в день голосования работают представители иностранных средств массовой информации, аккредитованные МИД. Впервые на некоторых избирательных участках применили новую систему подсчета голосов. Каибы значительно упростили процесс и сэкономили время. Планируется введение Каибов на всех избирательных участках уже к президентским выборам. Кроме того, до выборов президента будет вестись активная работа по обеспечению доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Уже в рамках этих выборов взаимодействие ЦИК и Министерство соцзащиты населения позволило проголосовать большому количеству маломобильных граждан. И работа над этим продолжается. Окончательные итоги голосования будут опубликованы уже в ближайшее время. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В ходе губернаторских выборов победил представитель партии «Единая Россия» Николай Любимов. Как отреагировали на это событие его однопартийцы, вам расскажет Галина Ершова. Мы ожидали хорошего результата. Этими словами открылась пресс-конференция партии «Единая Россия». Победу Николая Любимова на выборах губернатора Рязанской области его коллеги связывают с большим числом личных встреч. Активная работа с населением и выстроенная на основе этого целостная программа, по их мнению, стала залогом успеха. Социологические исследования подтверждали рост доверия к нему, рост узнаваемости. И в конечном итоге последняя социология была подтверждена итогами голосования на выборах 10 сентября. Аркадий Фомин, секретарь Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия», также отметил, что выборы прошли четко и практически без нарушений. Он связывает это с повышением электоральной культуры населения, а также выстроенной системе общественного контроля. На вопросы журналистов о низкой явке он ответил прямо. Я бы не назвал ее низкой. И вообще сложно на сегодняшний день говорить о том, что явка высокая или низкая, 36 с лишним процентов – это достаточная явка для того, чтобы считать выборы легитимными. По словам Аркадия Фомина, партия ожидала явку в размере 40-45 процентов. Однако свои коррективы внесла хорошая погода после аномально холодного лета. Волновал журналистов и вопрос снижения числа партий, представляющих на выборах своих кандидатов. Эту проблему Аркадий Фомин связывает с нехваткой квалифицированных кадров. Выстраивать саму партийную работу, искать людей, быть и находиться в постоянных коммуникациях с лидерами общественного мнения, вырабатывать с ними какие-то вопросы, которые действительно являются актуальными для этой территории. Это действительно непростая работа. Однако Аркадий Фомин отмечает, что в сельских районах политическая конкуренция не ослабевает, а победить партию «Единая Россия» удалось благодаря системной работе в течение многих лет. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Узнав сторону победителя, наш телеканал решил узнать, какая атмосфера царит в других партиях. Это мои восьмые выборы разного уровня. Я считаю, что в данном случае я свою миссию, какую для себя наметила, я выполнила. То есть я высказала то, что в предвыборной кампании хотела сказать людям, и не только людям, а своим коллегам, которые шли рядом со мной. Потому что в любом случае ничего не проходит даром. Если в 2012 году я ходила на выборы губернатора и не заняла первое место, но те предложения, которые я высказывала по решению проблем, они были услышаны. И многое из того, что я предлагала, было в процессе работы Олега Ивановича Ковалева, губернатора, который на тот момент избрался, они были реализованы. Предвыборная кампания дала большой материал для размышлений, особенно это посещение сельской местности, когда видишь, как меняются взгляды, требования людей, прежде всего, к социальной сфере. Вот эти изменения, требования, изменения взглядов от более мелких населенных пунктов к более крупным, они наводят на определенные достаточно серьезные размышления, которые, безусловно, мы постараемся реализовать в своей законодательной деятельности в рамках Рязанской областной думы. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех коммунистов, всех наших сторонников, которые за последние месяцы провели огромную работу по подготовке к выборам и в день выборов. И во многом то, что мы говорили, то, что писали в наших газетах и листовках, все это еще даст свои результаты, потому что выборы прошли, а жизнь-то остается, и проблемы остаются, даже хуже того, они будут обостряться. Нужны свежие взгляды, нужные предложения, они есть. Ну, одни из них вот дала наша коммунистическая партия, именно по Рязанской области. Не что делать, а как делать. По оценке правоохранительных органов в городе Касимове, Скопине и Сасово на наши встречи в общей сложности пришло около 10 тысяч человек. Это говорит о том, что у нас очень мощная поддержка со стороны населения. Что касаемо того, как проходили выборы, конечно, оценка субъективная, но из уважения к своим избирателям и своей команде, потому что мы все живем в этом регионе и все знают и видят, как что происходило, я бы воздержался, наверное, от оценки. Я желаю одного, чтобы у нового губернатора Рязанской области были силы и возможности, желание воплотить в жизнь все свои благие намерения, которые, я уверен, они есть. И чтобы жителям нашего региона улыбалась удача, солнце, счастье.